Доклад у меня теперь называется «О стиле электрики и историзм в России». В докладе по необходимости кратко и схематично затронуты три вопроса. Первое – зарождение и распространение стиля историзм в искусстве России и Европы. Второе – экологическое расход развития архитектуры России и Европы, Пруссии, Франции и Великобритании. И третье – эклектика и историзм в искусстве России. При этом сразу же необходимо сделать несколько оговорок. Разные стили получают неодинаковое развитие искусства в искусстве разных стран и в разных видах искусства, что объясняется сложным соотношением духовного склада отдельных народов и особенностями исторического развития, а также особенностями природы разных искусств и их соответствия природного и нового стиля. В этом отношении особенно показательность по классицизму. Этот стиль, получивший широчайшее распространение и блистательное развитие в России, почти не нашел выражения в искусстве Испании, Германии и как непродоксальной Талии. Удивительно, но зарождение эклектики и историзма следует датировать середину XVIII века, одновременно с возникновением стиля классицизм. Однако в течение 3-4-х десятилетия существование эклектики проходило в тени, как бы под скудом в стиле классицизм строго ограниченных архитектурных жанров, а именно в пространстве дворянского парка, а в чешских интерьерах императорских дворцов, то есть в видах искусства, принадлежавших по классификации классицизма к среднему художественному жанру, к среднему по отношению к архитектуре городов, представлявшей высший жанр искусства архитектуры и высший уровень развития стиля и среднего по отношению к низшим жанрамм, которому принадлежало со струка сельских поселений, сут и деревень. На гостилие, а это по преимуществу китайский, готический, русский, частью всего, и за основные реальные стилы, допускались лишь в парк, в строительстве парковых павильонов, императорских и дворянских усадий, а также на хозяйственных дворах императорские и дворянские усадия при сооружении губных и спотных дворов, кузнец, лодочек и других замок. Здесь необходима еще одна оговорка, касающаяся термологической достойности. В стиле эклектики этого фактически не стиле, а направление, существующее в контексте стиле историй и называемая так всего генетической особенностью рожденной эпохой Ронессанса. Кроме парковых павильонов и хозяйственных строений в разных стилях готическом во второй половине XVIII века В ряде императорских и загородных резиденций в роли Митергофа и Царского села были созданы многочисленные интерьеры в китайском стиле. В отличие от парковых павильонов и хозяйственных строений, господские усадебные дома, как и дворянские дома-операктан, сооружались в подавляющем большинстве шпили классицизм. А вместе с тем нельзя не упомянуть и генично-готические усадебные дома и храмы, также разведенные в загородных и императорских усадьбах стилевые как особенности, в которых определялись их мемориальные функции, и их потану были выполнены в готическом стиле. Из сооружений подобного рода наиболее известны Честнинский дворец и церковь на окраине тогдашнего Петербурга. Необычность облика и композиции Честнинского дворца и церкви призваны были увековечить одной из величайших форме России русско-турецких войн. Возможно, готический облик усадебных храмов поджигарудово-старкилый год также был вызванный в мемориальную функцию. Только по прошествии трех-четверти века, со времени появления первых признаков многостигия усадебного строительства, а именно со второй четверти XVIII столетия, эклектика захватывает все без исключения сферу архитектуры, распространяется на городе и село, завоевывая высший и низший уровень бытовой листии. Лишь с этого времени эклектика воцаряется во всех хипах поселений и во всех архитектурных жанрах, включая общественно-административные благоиздания, дворцы, жилые дома простых обыкновений, бывателей и храмов. Своебрасную временную границу, фиксирующую начало распространения веки, представляют судьбоносные для России события 1825-1826 года. Смерть императора Александра I, восстание Николая I, воцарение Николая I и важнейшее для развития архитектуры указ императора от июня 1826 года. Изданный всего через полдода после издания престола, этот указ Николая I, узаконив проектирование храма в древнем русском курсе, обязывал местные власти, предприняя действия, направленные на создание первой истории страны, всероссийского свода памятника в архитектуре. Эклектика скид демократический, чуждый иерархичныйский ворсер в своей содержательной эстетической программе и в художественной системе, обожествлению императора и сакрализации императорской власти в искусстве, ворока и классицизму, идеологическая программа эклектики, устанем министра народного посвящения Умара противопоставила триаду, получившую название официальной народности, православие, самодержание и народность, а господство классической традиции, античности, ренессанс, возрождение и использование всего мирового наследия. Отсюда поражающее многообразие стилей прошлого, точнее, стилевых направлений эклектики, подберянский, наугребный, науримский, науроманский, науготический, наугританский, 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 как русские несколько позднее занятий стиль при строительстве православных церквей на ренессанс на грех в строительстве гражданской застройки городов. Другие стили, например, подведянство, используются чрезвычайно редко, и то в интерьерах императорских дворцов. Такие, как бавританские, нововороко и готические, применялись по преимуществу в интерьерах дворцов и богатых основняков, бавританские в строительстве худительных комнат, нововороко и наркокок, гудуарах, готические столовые. Первый период в развитии эклектики, который в России приходится на вторую четверть 19-го столетия, и почти полностью совпадает со временем царствованием Николая I, наиболее полной и восхитрительно выразит сверхпроектирование храма в русском стиле. Аналогичная картина наблюдается и в архитектуре рядом других европейских стран, например, в Пруссии и Франции. Нам наиболее ярко и последовательно в развитии эклектики представлено храмовым зодчеством в катическом стиле, который ассоциировался в этих странах с наиболее полным и совершенным воплощением национального начала в архитектуру. Этапное произведение величайшего из немецких песочек Фринга Хашингеля в Германии зафиксировало момент перехода от классицизма к эклектики, и, главное, наглядно выразило сущность этой России стиля как архитектуры выбора. Жил и выпадут четыре варианта проекта этой церкви. Два в классическом стиле, два в готическом, с одной и с двумя башнями на главном фасаде. В середине XIX века рядом в Парижских храмах, архитекторами Барри Гаром и Виоленом Дюхом, был возвращен в первоначальный готический облик. Тогда же в столице Франции был возведен ряд храмов в готическом стиле и в стиле Ниадре. Архитектура этих храмов представительно характеризует своеобразие времени, отмеченного в сосуществовании начального этапа эклектики, когда зарождавшей и набиравшей силу национальное направление, сосуществовало и соседствовало с доживавшим в свой век классицизмом. Выразительную аналогию этим явлением представляет зообщество Петербурга. Здесь последнее великое сооружение, уходящее в прошлое классицизма, Исаакиевская соба, возводилась одновременно с первенцами национального русского стиля. Церковь, Республика, Благовещение, Конного Болта, Вильгейм, Немахранск, Преспятую, Богородицу, Северной столицы и Храма Христа Спасителя, Муссия, Петербурга. История XIX века стала великим временем градостроительства и грандиозных градостроительных свершений. В архитектуре Центральной и Восточной Европы, государства Австро-Венгрии и Германии, он наряду с созданием прославленного Генского ринка ознаменовался появлением бесчисленного множества других веков. Иной путь развития и обновления исторического ведра столичных городов представляли столицы России и Великобритании, Москва и Луна. Почти одновременно в сердце Москвы, на руке Кремлевского холма, в 1838-49 году по проекту ТОНа в русском стиле был возведен колоссальный государственный дворцовый ансамбль Большого Кремлевского дворца и оружейной палаты. В Лондоне в 1839-60 году, в начале с развицы на один год, по проекту архитектора Чадзагорили и Элкюст Плюшина, подобно ТОНу положивших в начале мощного эмоционального движения в архитектуре Британии, в системе лиц-министерского дворца, в национально-магаотическом стиле было возведено величественное здание Пармарина. Аналогии можно продолжать бесконечно. Так, в середине XIX века, в ближайшем пригороде Берлина, в королевской режиме Пенции, Шарлоттенбург, на берегу озера возводится парковый павильон в стиле «Ноогрег». В Париже помесь и дом Наполеона третий. А в России на берегах Петербургских прудов в стиле «Ноогрег» и «Ноогрег» сооружаются несколько родственных полуников камерных павильонов, «Ульпин-цариц», «Розовые озерки». Далее, я перехожу к последней части доклада, призванной продемонстрировать, что стилистолизм или экритика является всеобщим, охватывает в России не только все виды предметных пространственных и изобразительных искусств, но и все виды искусств без исключения. Мне представляется чрезвычайно важным, что искусствоведы, специалисты по истории живописи устами одного из ведущих искусствоведов Петербурга Нестерова, признали, что термин экритика применим не только к архитектуре, но и живописи с единой второй половины 19-й лет. В живописи, как и в архитектуре и в других видах искусствах, получают преимущественное распространение направлений наиболее соответствующие требованиями времени и должностными возможностями определенного вида искусства. В живописи с серединой второй половины 19-го века наблюдается расцвет исторической картины. В академической и салонной живописи преобладает направление нау-грейд и нау-рагнессанс. Причем иногда дело доходит почти до буквального сходства не только сюжета, но и композиции. Например, любимый нашим семиратским сюжет с пирмой находится буквально в соответствии в реальной полотне французской живописи. Популярным сюжетом из русской истории в живописи и в Европе соответствует рано популярность картин на темы из истории из страны народа. Появляется относительно немлагочисленная картинка в восточном стиле, переживает расцвет реалистической оживленности сюжетами и современной жизни в аркете и пейзаж. В скультуре в соответствии со специфическими возможностями этого искусства преобладают стены нау-рагнессанс и нау-рагнессанс. Это особенно ярко и убедительно доказывает практика французского искусства, что не исключает полегаемых произведений, которые можно отнести к национальному стилю русскому, византийскому или другим в России в отече и нау-рагнессанс во Франции. В этих связи нельзя не вспомнить о популярности жанра скульптурного памятника и исторической скульптуры и назвать Ивана Грозного, Христа, Петра I и других хорошо известных произведений антопольского. Богатейшие стилевые жанровые разнообразия демонстрируют произведения прикладного искусства, включающего и интерьера всех уровней, от расположенных дворцов на землю до скромных квартир в доходных домах, разнообразные предметы, мебели, посуды, хрусталь, фарфор, фаренз, осветительные приборы, мебель, оборудование общественных, административных и учебных благотворительных стен. Самостоятельный, чрезвычайно своеобразный комплекс необходимых устройств, мебель и утварь и представляет наполнение храмов разных конфессий православных, католик, протестантов. Родственную картину стилевого многообразия вам нужно увидеть и в музыке среди единой второй половины 19-го века. Среди артистических композитов различаются отчетливо две группы. Сочинения одних, таких как Глинка Чайкосов или существенно более молодой, прожившей более половины жизни в 20-м веке Росканина, тягачек многостей. Произведения Глинки, наряду с широко известными произведениями национальной группы, оперы Ивана Сусанин Руслана и Людмила Камаринская, широко представлены сочинения на испанские темы, испанская овертюра, рахунская фото, «С ночи в Мальдиве». Еще большим стилевым разнообразием характеризуется в общество Чайковского с его операми «Мальдиво», «Чередички», «Пиковая дама» и «Гене Аниве». В нем представлены даже его песни с Великой векове, понятия «Ледяное озеро» с Челкунчиком, этот самый «Ренессанс» с опера «Эоланта», «Ромео Джулент», «Франческо Доримини», «Итальянская каприча» и даже вариация на тему, как вы делаете, в ланчине сортистов. Большая группа русских композиторов, преимуществом члены «Могучей кучки», работала в русском стиле. Немс следует перечислить тогда русского Бородина, создавшего на ряду с оперы «Князь» и «Второй богатайской симфонии» не только ряд великолепных романсов, но также и симфоническую картину в Средней Азии. Мусорского с его операми «Борис Годенов», «Коварищи», «Носорочевская ярмарка» и «Карпинка» и «Смиска». Но даже в наследии такого последовательного и принципиального приверженца русского стиля, как «Римский курс», создателя из знаменитых операций «Левчанка», «Майская ночь», «Никулочка садко», «Кощей безмертность», «Золотой петушок» присутствуют такие симфонические произведения, как «Испанская каприча» и «Шаперезан». Сходную картину представляет творчество Александра Николаевича Севула, «Дворца обер на русске», «Бородина» «Дорождественная ивангельская служеба». Невский кассовник, он стоит творчество Танниева с него, опера «Ормейская», которую можно причислить, сравнить на это встречающемуся русской розыской стиле «Майорье». Вместе с тем, Танниев является одним из создателей распространенных сочинений на «Ивангельской кензаке», кантаты Иоанна Масковина «Почтение пса». И не обмирал историю великой клянтика, и литературный ребенка, и в других великой искусствах зародился в том, что он не только природа радостных видов искусства, но и особенность разных жанров определенного искусства и пилотеки в разном направлении конкретно России. В поэзии, особенно в поэзии первой половины 19-х, распространено многости ее прозе, особенно в новой крупном классическом для 19-го века романе «Господствует реализм». Подтверждение достаточно упомянуть имена Толстого и Достоевского одновременно, однако одновременно на ум сразу же приходит имя Рискова, произведение которого «Очарованный, странник, левша, тупень и художник», и даже его романы, такие как «Соборянь», ярчайший пример русского стилля литературы. Замечательный пример выдавания многостилля в литературе демонстрирует творчество, гениальное представление русской литературы первой четверти 19-го века Пушкина Дермонтова Круга. Особенно многообразно представлено многостилля историзма, творчество Пушкина. Русский стиль, знаменитые сказки и драмы Бориса Годунов, средние века маленькими трагедиями, восточный стиль «Бахчиталяйский фонтан», реализм стихотворными и прозаическими произведениями, такие как Евгений Амегин, «Меда усадьбе» и «Туни в колонне». Не менее впечатляет стильный выброс многообразия микротчества Ермонтова, с его гениальными творениями русском стиле, такими как «Бородино», песня «Соколашниками», «Кавказскими поэмами» и «Эмонами Цири» и «Вангельским пророком» и великолепной реалистической прозой «Маскарад», «Кринги Великовской» и «Урана Шоу-Бена». Вскорный путь, как произведение в народном стиле «Вечеранных утеревизм в Китане» и пронизанным российским колоритом «Сбору Шеннергера» великолепной реалистической прозой «Тревизора и мертвых душ» в нашем городе. Ярким достоянием отечественной прозы, среди и второй половины 19 века следует признать и творчество такого лидератора-мордовца, представителя разновидности русского стиля, создателя многочисленных романов и повестей из истории России 17-19 века. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гурманин-Луни проекте немецкого архитекта Шинкеля, где церковь в четырех стилях. В каком году был этот проект? Это было в середине 810-х годов, в 1810-х годах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОСТОШКУ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ЕНА supersun в Working Olha description В arbe結果 Ква ПОТЕЦ!!! ПОТЕ Gol АПЛОДИСМЕНТА И АПЛОДИСМЕНТЫ Э range Дело к тому, что Пьются На Он Так пронятно Проект 1826 года вышел в ответ на просьбу духовенства разрешить встроить в русском стиле. И в 1826 году этот проект был издан. Во-вторых, с историей храма Христа сложно, потому что был утвержден проект Александра Ферба и заложен, как известно, храм Христа Спасителя на Вороньевых горах. И долго искали какого-то компромисса и выясняли, можно или нет построить не только на скроме, но хотя бы на проект Мельникова. Не только Мельникова, их было достаточно много, и они рассматривались. Но они были в основном в классическом стиле. Они были в основном в классическом стиле. Так что получается, что первое, сорокущее место, как и с отряд. Для дискуссии у нас будет еще время в конце. Вы не скажете свое мнение, сделайте садокла. Я буду очень вместе с интересом послушать. Но на самом деле началось проектирование только в 1926 году. Поэтому некоторое время на этом не помогло. Еще, кроме того, подробную историю проектирования храма Христа Спасителя вышел, во-первых, сборник. И потом два издания моей книжки на эту тему я отсылаю. Много лет стоять на полке первое издание? Я очень просила. Если что, пожалуйста, не на полке стоять. Да, да. Ну вот проблема соотношения сюжета и стиля. Обязательно ли сюжет, предположим, из древней русской истории, если не в новой жизни, предполагает соответствующее стилевое и истористическое решение? Понимаете, это зависит от стиля. В стиле, если вы, по-моему, прекрасно, не хуже меня знаете, что какой-нибудь сюжет второй половины XVIII века, конечно, он не в русском стиле. А это зависело от последнего архитектора, то есть художника, во-первых, и времени, в котором он творил, во-вторых. Это сложности соотношения. Тут, понимаете, таких жестких правил никогда нет. А потом вы же сами знаете, насколько зыбкие границы, особенно в любом виде искусства. Мы же очень условно говорим, там, 20-е, 30-е годы. Ведь до серебины 50-х годов сооружались и не только в провинции, но и в Москве, и в Петербурге, здания в дуле классицизма. И одновременно, вот так вот, с конца, вот эта же самая церковь святой Екатерины, это 1829-е годы. Понимаете? Так что где тут архитектора, то есть искусство, это такая тонкая и сложная материя, что жесткую делу провести нельзя. Спасибо. Есть еще вопрос? Нет? Спасибо, Евгений. Спасибо.